Когда заемщик набирает кредиты, которые становятся непосильной ношей, он начинает задумываться о том, как списать долги. Правительство РФ разработало процедуру банкротства физического лица. После завершения процедуры заемщику списывают долги перед кредиторами. Рассмотрим особенности прохождения процедуры упрощенного банкротства, с помощью которого удастся списать долги по кредитам для физлиц. Банкротство для физлиц. Физические лица с 2015 года получили право становиться банкротами. До этого таким правом были наделены только юрлица. Но после одобрения поправок физлицы не стали активно подавать заявки. Причины следующие. Процедура занимала от 6 до 9 месяцев. Требовалось потратить не менее 40 тысяч рублей на юридическое оформление. Разрешалось подавать на банкротство при долгах от 500 тысяч рублей. В сентябре 2020 года появилась упрощенная процедура банкротства, и физлицы стали охотнее становиться банкротами. Отличия упрощенного банкротства от обычного заключаются в следующем. Должник обращается в МФЦ, а не в суд. Завершение процедуры оформления банкротства до 6 месяцев вместо 9. Не требуется платное оформление документов, как при обычном банкротстве. Разрешается подавать заявки на банкротство при долгах от 50 до 500 тысяч рублей. Пример. Федор взял кредиты в нескольких банках, и у него скопились долги на сумму 285 тысяч рублей. Уже четвертый месяц начисляются пение и штрафы. Но платить денег нет. К. Федор попал под сокращение. На новую работу не берут. У должника есть единственное жилье, в котором он живет один, но недвижимость не оформлялась в качестве залога, поэтому кредиторы не вправе его изымать в счет погашения долга. Федор подает заявление в МФЦ на оформление упрощенной процедуры банкротства. Через 6 месяцев должника официально признают банкротом и спишут все долги. Как списываются кредитные долги? Долги списывают с помощью закона о банкротстве. Под номером номер 127 ФЗ. На этот шаг решаются заемщики, которые не видят другого выхода, когда нет денег и имущества для погашения долга. После сбора и подачи документов начинается процедура банкротства. Основания для запуска процедуры банкротства. Если заемщик обращается к кредитору для списания долга, менеджеры постараются не допустить, чтобы долг признали безнадежным. В ответ сотрудники банка предложат реструктуризацию, рефинансирование или кредитные каникулы. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Если нацелились на прохождение процедуры банкротства, для этого требуются весомые основания. Уволили с работы или гражданин потерял источник дохода. Выявлена серьезная болезнь, которая мешает работать. Потеря денег и залогового имущества. Полностью утрачено имущество и нет денег для выполнения кредитных обязательств. Как списать долги через МФЦ? Для списания долгов через МФЦ требуется сделать следующее. Подготовить заявление для внесудебного порядка о признании банкротства. В приложении к заявлению прикрепить всех кредиторов, которым заемщик должен денег. Приложить копию паспорта и удостоверение личности. Подать документы в МФЦ по месту жительства. На следующем этапе сотрудники МФЦ проверят документы и примут заявку для детального изучения. Онлайн-проверка проводится в течение суток с момента подачи заявления. МФЦ выясняет, не подал ли должник заявление о банкротстве в другие МФЦ. Если с документами все в порядке и нет никаких нарушений, должника внесут в реестр банкротов по упрощенной процедуре в течение шести месяцев. Должника признают банкротом в том случае, если за шесть месяцев у него не наладилось финансовое положение и кредиторы не нашли имущества для списания долга. Итоговая информация о банкротстве гражданина РФ публикуется в Йофрсп. Это означает, что все долги перед кредиторами будут списаны, так как долг признали безнадежным. Помните, что повторная процедура банкротства станет доступна через 10 лет после окончания первой процедуры. Преимущество внесудебного списания долгов. Вся процедура проводится бесплатно. Должнику не придется оплачивать судебные издержки и почтовые расходы. Упрощенная процедура банкротства занимает шесть месяцев. После завершения процедуры удается списать долги. Недостатки внесудебного списания долгов. Запрещается после признания банкротства регистрировать ИП в течение пяти лет. Ограничен лимит по задолженности до 500 тысяч рублей, невозможно открыть депозит в течение пяти лет и взять деньги в кредит. Если сумма превышает 500 тысяч рублей, чтобы списать долги, потребуется доказать свою несостоятельность и неплатежеспособность в суде. Какие долги нельзя списать при банкротстве? Признание о банкротстве не означает, что гражданин освобождается от всех обязательств. В соответствии со статьей 213,28 закона номер 127 ФЗ, гражданин не освобождается от следующих обязательств. Алименты. Компенсации за причиненный физический или моральный ущерб. Долги по зарплате или пособиям. Штрафы за уголовную ответственность. Возмещение вреда за нанесенный экономический ущерб. Пример. У Андрея есть долги по ЖКХ за период с февраля 2016 года по май 2019 года. Андрей начал процедуру банкротства с мая 2019 года. Суд признал должника банкротом, но это не означает, что Андрей не будет оплачивать коммунальные услуги за июнь 2019 года и последующие месяцы. Избегание кредиторов. Заемщик скрывается от кредиторов и пытается избавиться от долга по причине исковой давности. Должник полагает, что если в течение пяти лет будет скрываться, то долги спишут. Но должник зря думает, что все удастся так просто решить. Проблемы, с которыми заемщик столкнется в первое время. Письма, звонки из банка, угрозы коллекторов, звонки родственникам и на работу. Выкуп долга. В интернете некоторые компании предлагают выкупить долг у заемщика за минимальное вознаграждение. Не рекомендуем пользоваться такими услугами, так как не будет никаких гарантий, что посредник перестанет требовать деньги с должника. Компания выкупит долг и все права по взысканию задолженности перестанут принадлежать банку. Стоит ли начинать процедуру банкротства? Заемщик не вправе взять и прекратить выполнять кредитные обязательства. Банк с первого дня просрочки начнет начислять пение и штрафы, которые еще больше увеличат сумму долга. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Когда нет денег на оплату по займам, обращайтесь к кредитору и пробуйте решить вопрос мирным путем. Например, воспользуйтесь кредитными каникулами и получите отсрочку до года. Но для этого придется доказать временную несостоятельность, подготовить документы о снижении дохода, взять выписку 2НДФЛ. Другой способ решить проблему рефинансирования. Это когда заемщик обращается к другому кредитору с более лояльными условиями кредитования, чтобы перекрыть старые долги. И для одобрения рефинансирования нельзя допускать просрочек по оплате, иначе банк откажет. Начинать процедуру упрощенного банкротства рекомендуется после трех месяцев просрочки по оплате, если не улучшилось материальное положение. В начале процедуры банкротства пение и штрафы не начисляются, а процентная ставка замораживается. Но это не означает, что кредитор согласится на списание долга и признает его безнадежным. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Кредитор будет доказывать, что у заемщика есть ценные вещи или активы, которые используют для погашения долга. Придется собирать документы, выписки с работы о сокращении дохода. Банкротство с МПК. МПК поможет стать банкротом. Сделаем за вас всю работу, подготовим документы и сопроводим на всех этапах процедуры. Чтобы получить провести процедуру банкротства, оформите онлайн заявку. Законно спишем долг, сохраним имущество и доход, защитим от угроз банков. Снимем обременение и запрет на выезд за границу. Узнавайте о новых статьях МПК по подписке. Повышайте финансовую грамотность вместе с нами. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok